друзья всем привет не переживайте вы на ивлев шеф просто я готовил там но там теперь автопарк короче все вот сюда вот переместил и здесь посмотрите какую я создал территорию кайфа счастья и сегодня для вас я конечно приготовлю самое вкусное блюдо да я приготовлю шурму из подкопченных шпикачек что такое шурма шурма это по сути бутер только в непонятной субстанции если взять сэндвич то же самое бургер то же самое почему шурма должна быть только со свининой или с курицы или с вашей нифига сегодня с вами ломаем нафиг стереотипы и готовим офигенное крутое блюдо шурма будет очень из необычных продуктов тех которые есть всегда и везде хрустящий лук печеный картофель малосольные огурчики ну и конечно соус который я буду делать не на мазике а на двух горчицах дижонской и горчицы семенами все это смешаю с творожным сыром зеленый горошек какая сосиска в данном случае картошка и шпикачка без зеленого горошка лаваш ну и конечно же зеленый салат и все это настроение мне поднимает не только природа и эти продукты но и мой новый дружок знакомьтесь саундкор рейф neo 2 они я расскажу чуть позже но она меня просто напросто не побоюсь этого слова возбуждает потому что музыка этой эмоции как и еда кстати у меня участок порядка 15 соток но бабахает она просто нереально ощущение того что ты находишься на стадионе поэтому и друзья и соседи будут просто счастливы главное подобрать правильный репертуар чем шпикачка отличается от сардельки знаете здесь жирочек и так смотрите я разрезал пополам а теперь еще с наружной стороны я делаю такие насечки мне нужно чтобы все это поджарилась и раскрылась все мы же делаем шурму для себя шурму часто еще раз повторюсь привыкли готовить из одного и того же а я разрушаю стереотипы вспомните мою первую шурму которая приготовил с курицей совершенно другими продуктами которые никто не готовил шурма дело тонкое разогреваю я огонь сначала я буду поджаривать со стороны кожицы кстати пока жарятся шпикачки еще один очень важный момент про эту колонку вы посмотрите на ее цвета музыку цвета музыка всегда подстраиваться под ритм музыки кстати еще очень важно заряд на 18 часов зарядили колбасе всю ночь шпикачки обжариваются главное дать еще раз повторяю шпикачки очень хорошо поджариться нам нужна вкусная хрустящая сосиска тем временем соус как я уже говорил я не буду делать классический мазик мне не хочется потому что мазик он все-таки водянистый в каких-то моментах он неплох еще один очень важный момент кстати про soundcore rave neo2 вы знаете что ей пофиг снег дождь ну вода потому что эта колонка полностью сделана так из таких материалов которые не дадут ни одной капельки пробраться внутрь дабы испортить вам настроение врубайте как я на полную мощь и просто получайте удовольствие и готовьте те блюда которые готовят шеф на своем канале я вам кстати советую подписывайтесь во всех социальных сетях на меня и вы будете обладателем не только вкусных рецептов но еще очень важных от шефа советов а шеф плохого не посоветует и так соус творожный сыр смешиваю с двумя видами горчицы творожный сыр очень хорошо подходит он вкусен он соответственно отсекаться не будет размазываться тоже не будет горчица очень хорошо сами по себе подходит ко всему набору продуктов которые у меня здесь присутствуют очень хорошо над замешать горчицу сыром это первое действие есть заправка у нас готова дальше печеный картофель есть почти всегда можно использовать печеный вареный который у вас остался с предыдущего дня печеный конечно же вкуснее ароматика сумасшедшая картофан просто вилкой мнете его и все вот в такое вот состояние а отлично готова шпикачка как много в этом слове ой отдали с одной стороны пероворачиваем на другой и вот он жирок пошел жирок пошел жирок пошел прям сразу костер его почувствовал начинает все плавится не надо на сильном огне она у вас просто-напросто сгорит подколируется и все не будет именно этого кайфа который я хочу до вас донести надо порезать как зеленый горошек то есть мелким кубиком потому что у всех разные бывают прикусы поэтому во многих фастфудах у вас даже те же бургеры все нарезано очень мелкой соломкой либо тонкими кружочками потому что потом когда вы откусываете если неправильный прикус вы за собой все тянете слабосоленый огурец есть зеленый горошек есть что касается зеленого салата можно использовать любой салат я в данном случае использую романа на стрики его вот сюда вот себе сложу и так печеный картофель малосоленые огурцы зеленый горошек хрустящий лук салат соус горчичный и она богиня всего и вся шпикачка вот так вот музыка начинает меня заводить не только на новые потрясные рецепты но и вообще на позитивное хорошем настроении а все что купи колонку и кайфу вот наступил тот момент когда шпикачки надо сказать да это очень важно ой 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 вах вах а теперь начинается самая сказочная тема Достаем лаваш. Кто скажет, что это не шурма, тот, соответственно, от меня получит шпикачкой. Я считаю, все это имеет отношение к шурме, либо, как я все-таки это называю, просто-напросто вкусный, понятный бутерброд. Вот эту вот историю я лучше вот так вот обрежу. Это мы потом пожарим. Вот эту портенку надо очень внимательно и плавненько разделить. Итак, вы готовы к новым, не побоюсь этого слова, свершениям? Берем наш соус. Теперь сразу картофанчик, печеный картофанчик. Дальше. Хрустящий лук, мой любимый. Небольшое количество малосоленого огурца, зеленого горошка. Все по фуншую. Ну, а теперь ее величество шпикачка. Зажаренная, вкусняцкая. А теперь дело техники, друзья мои. Опа, опа, сворачиваем. Кстати, всем любителям стритфуда, фастфуда, кто захочет повторить мой рецепт, его узаконить и продавать, разрешаю. Ну, а дальше все как положено. Учитывая мой фельдельперсовый гриль, здесь обжаривается. Ну, а мы мутим вторую тему. Как же вам повезло, друзья, что у вас есть я, а вы есть у меня. Пусть теперь спокойно прижаривается. Ну, а я настрою-ка я себе через мобильное приложение светомузыку, чтобы настроение еще улучшилось. Заходим в приложение, кнопка огни, ну и выбираем по своему настроению. Что у нас здесь есть? Тепло и романтика. Ну, сейчас я не романтично. Красочный. Согласен. Безумная полночь. Вот, мне кажется, вот безумная полночь как раз мне подойдет. Сначала съешь шурму, а потом всю ночь колбасится. Поехали. И, конечно же, надо придавить, создать небольшой пресс. Все природа создает. Вот так вот. Как говорится, все, что под руку попалось, то и можно. Слушайте, да? Вот вам и пожалуйста. Красота под названием красоте. Вот вы посмотрите, что здесь такое. Помимо того, что это красиво, это очень-очень вкусно. Нереально вкусно. Советую взять колонку, рецепт и уделить себе день. Для того, чтобы послушать хорошую музыку, приготовить вкусное блюдо и насладиться жизнью. Всего вам наилучшего, самого вкусного. И увидимся очень скоро, как всегда у меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!